Приветствую вас и, как, наверное, мощно предположить, трудные задачи подразумевают под собой неординарное творческое мышление, творческий подход и, соответственно, достаточно упорную деятельность, то есть деятельность равномерную, спокойную и так далее. И при увеличении эмоционального напряжения у человека с одной стороны падает способность к творческому мышлению, к творческому подходу, к поиску решений для трудных задач как раз-таки. С другой стороны, человек не может вести свою деятельность равномерно, стремится решить ее одним махом, а трудные задачи так не решить. И из-за этого эффективность решения трудных задач снижается. Все же касается другого типа задач, но там, наоборот, предположенность к решению репродуктивных, то есть типовых задач увеличивается, потому что эмоциональное напряжение подразумевает интуицию, интуитивное решение спонтанное. И вместе с тем человек делает то, что нужно для решения задачи, руководствуясь исключительно вот таким резким поведением, что актуально для легких задач. И именно поэтому решение легких задач становится более осуществимым, чем решение трудных задач. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.